Второй сбор локомотива, как и первый, стартовал без раскачки. Вашему вниманию очередная тренировка, но на сей раз мы сделали акцент на галкиперах, ведь они не часто попадают в кадр. Дело в том, что вратари большую часть времени занимаются отдельно с тренером Владиславом Тихоном. Мы постараемся приоткрыть занавес вратарской тайны, а помогут нам в этом непосредственно главные герои. Итак, слово киперам. Сегодня в кибельбазовом упражнении было больше количества повторов уже по сравнению с предыдущим сбором. Мы делали там восьмерку упражнение, где бегали в стойке и низом мяч принимали на вытянутые руки. Ну, это вот так чуть под нагрузиться. И все это надо сделать очень быстро. И это хорошо, потому что на это упражнение ты можешь работать три вещи. Быстрое движение, но движение как правильно нужно сделать. Скорость и, конечно, самая техника, как надо ловить мяч. Мне нравятся такие упражнения. В упражнениях немало и тактической составляющей. Особенно во время чемпионата, когда много игр, и важна точечная подготовка отдельно каждому сопернику. Есть много упражнений, которые тренер должен думать, как соперника играть. Есть один нападающий, который он больше сделал удар от страфной. Есть другой нападающий, который хорошо с головой играет, и они сделали много подачи. И он, конечно, смотрит через видео, что можно смотреть. И он все приготовил, тренировка, как соперник играет. Ну что же, отдельное упражнение мы разобрали. Но рассказ о наших стражах ворот будет неполным без представления тренера вратарей Владислава Тихонова. Валерич – он плохой человек. Не, шутка. Соскучился по нему за то время, пока был в арене? Валерич – он хороший. Он всегда настроение с нами было отличное. Он такой тренер-вратар, который любил работу. Мы больше знаем, чем все. Есть игра, в которой даже не один удар в ворот попадает. Но все равно мы должны быть готовы. И для этого мы должны много тренировать через неделю, на неделю. Потому что, когда вот этот удар, может, самый сложный, один из сложных игроков, и ты должен быть готов. И он, как тренер, он постарается всегда сделать, чтобы не готов. Для полной готовности необходима и отличная рабочая атмосфера. А при такой сумасшедшей конкуренции добиться этого самое настоящее искусство. Но и в этом аспекте положительная картина на лицо. Ну, Гиле я давно знаком, и когда я еще был здесь в Локоте, 8-9 лет назад, вот поэтому и Абая тоже знаю. Мы с ним в Локоте были. Только что у меня сразу... Ну, коннект был как бы с ним. Я их знаю давно, поэтому без проблем все нормально, отлично. В нашей команде есть сильные вратари. Абая, Антон, Коченков. Я считаю, что это хорошо для нас, потому что между нами конкуренция большая. И когда есть конкуренция, ты должен играть на свои самые лучшие уровни. И это хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!